Отверто, безкомпромиссно, резонансно. Журналист Роман Цимбалюк в программе «Бацман». Дивиться просто сейчас. Добрый вечер. В эфире программа «Бацман». Совместный проект интернет-издания «Гордон» и телеканала 112 Украина. Роман Цимбалюк в студии, журналист, собственный корреспондент информагентства «Униан» в России. Роман, добрый вечер. Здравствуйте, Алиса. Я рада вас видеть в студии в Киеве, а не в Москве. Хотя обычно бывает наоборот. Взаимно. Очень приятно познакомиться. Скажите, вы действительно единственный постоянно аккредитованный журналист украинский в России? Ну, если с юридической точки зрения, в этом списке есть люди, у которых в списке аккредитованных премий для России. Есть фамилии людей, у которых написано в разделе «Страна Украина», но они не являются представителем нашего государства, потому как являются беглыми товарищами. И еще работает постоянно Курпунг, ТРК «Украина». Но в связи с тем, что они постоянно ротируются, то, соответственно, они тоже не попадают в список постоянно аккредитованных. Но это не значит, что они не работают. Поэтому это как бы очень важно. Я не единственный украинский журналист. То есть единственный постоянный, неизменный? Ну, я бы, если так докапываться, то единственный, кого киевская украинская редакция отправила в Москву. Вот в этом ключе на длительное время. Может быть, в таком ключе единственный. Вы знаете, я очень хорошо, наверное, как и большинство наших телезрителей, помнит пресс-конференцию Путина, на которую вы пришли в таком свитере с надписью «Огромный такой укроп», и на которой вы задавали Путину такие резкие и неудобные вопросы, что заставили его хорошо понервничать. Вот скажите, что вы тогда чувствовали в этот момент, когда вы задавали? Вы волновались, вы боялись? О чем вы думали? Ну, и признаюсь вам честно, я над этим вопросом думал полгода. И фактически, я помню, еще летом за полгода, когда на востоке Украины были самые тяжелые бои за независимость нашей страны, мне просто хотелось сказать им, ну, русским, россиянам, и как результат президенту этой страны, что... Ну, пресс-конференцию там смотрят все, практически. Ну, минимум, вы не то что совершаете преступления по отношению к нам, вы совершаете ошибку с точки зрения даже российских интересов. И когда, напомню, это 2014 год, просто десятки наших ребят погибали иногда каждый день, то понятно, что другого вопроса, кроме того, который касается войны, быть не могло. Это было самое важное. Мне так казалось и кажется до сих пор, и вот эта вот майка, она была одета только для одного, чтобы сказать, ребята, если вы думаете, что кто-то вам сдаст Украину, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что я так чувствовал, и я же постоянно общаюсь с друзьями, с вами, так чувствовали все. А они почему-то решили, что если им получилось захватить военным путем Крым, когда не было власти в Киеве, был у нас тут полный бардак, несмотря на победу Майдана или поражение предыдущего президента, это не важно, потому что они воспользовались слабостью нашего государства и на нас напали. И мне вот хотелось им сказать, что, ребята, как бы вы поймите, что мы-то, у нас по большому счету у украинцев, ну, извините, выбора нет, мы обязаны защищать свое государство, а у русских есть выбор, они могут заниматься своей страной, она их, насколько мне известно, когда я уезжал на выходные, была самая большая на планете, и мне кажется, у них есть чем заняться. По площади, если мы говорим, по населению, да, конкуренты не спят, Российской Федерации. И это очень интересно, когда они объявили врагом государства, вот я говорю об Украине, о нас всех, объявили врагами людей, которые на самом-то деле, давайте вспомним, откомотаем, на три с половиной года назад, которое было самым близким государством. Вы вспомните, что было до войны, фактически общеинформационное пространство. Это не просто пространство, министры оказалось совсем общие, с российскими паспортами в главных ведомствах оборонных. И, ну, как бы это их успешная спецоперация, но результатом ее было, что, по большому счету, может, многие не согласятся со мной, но если вернуться, опять же, на три с половиной года назад, то, я думаю, никто, никаких претензий к русским не было. Ну, хотелось там иногда анекдоты рассказать, там, и подискутировать на тему, кто же у кого делает более сжиженный газ, как бы, ну, и все. Газовые войны были счастливым временем. А то, что произошло этому, по моему мнению, этому прощения нет. И то, что они сделали, они сделали невозможным налаживание отношений между нашими странами в ближайшие сто лет. Роман, скажите, вот по поводу закулисия тогда той пресс-конференции, как реагировали российские коллеги? Они на вас как-то шикали, что-то говорили, оскорбляли? Чья-то охрана давила на вас? Вот что там было? Ой, уже столько времени прошло. Ну, во-первых, я вам скажу так, когда в 2014 году, ну, тоже были и Интер, еще другие были средства массовой информации. И когда на пресс-конференции в Москве задаешь вопрос, там, и я использовал формулировки, такие, которые использовались в нашей стране, ну, то есть террористы, боевики, от террористов быстро отказался, потому что это неправильно. Все-таки лучше правильно все говорить российские боевики и коллаборанты, мне так кажется. И когда я вот об этом говорил, то, конечно, вокруг меня, ты спрашиваешь, и вокруг ты думаешь, что в террариуме все шипят, шипят вокруг. Ну, потом как-то они успокоились, потому как и время прошло, ну, и опять же, мне кажется, российское сознание, ну, тоже, как бы, если я так задаю, меня еще не отправили на родину, то, значит, что-то тут не чисто. Мне кажется, так, ну, не знаю. Ну, сейчас все нормально. Ну, от вас там, как от прокаженного, не шарахаются россияне, вот те, кто работает в медиа? Как вообще? Они с вами здороваются, нормально все общаются? Или как это происходит? Да, здороваются, но посты мои в фейсбуке и фотографии далеко не все лайкают, что было до войны. И масса людей, кстати, в том числе на российских федеральных каналах, работают на это, они абсолютно вменяемые, они прекрасно все понимают и даже не поддерживают, что делает их страна. И я знаю даже тех, кто категорически отказывается от украинской темы. И некоторые говорят, давайте лучше отправьте меня в Арктику снимать про белых медведей в командировку на полгода. Ну, чтобы этого не касаться. Потому что у них устроено так, что если ты не поддерживаешь линию партии, то, ну что, до свидос, как бы, прощай, прощай. То есть просто за деньги, да? Много вменяемых журналистов в России? Я не говорю, ну, слова много, не уверен, что, чтобы говорить много, их надо как-то посчитать. Я всех не знаю, я просто говорю о своих знакомых, и некоторые, подчеркну, работают на федеральных каналах, которые, когда я, когда вопрос, как дела, я говорю, хунта рулит. Слава Украине, да? Нет, а мне говорят, я в своих репортажах это слово никогда не использую. Ну, понял. Я думаю, ах ты, пятая колонна. Хорошо. А как вообще готовится, опять же, вот кухня, да, всякие такие кремлевские мероприятия? То есть вопросы все оговариваются заранее, только своим журналистам дается, вот как Песков, его помощники, как это происходит? Ну, здесь подход очень серьезного телешоу, которое имеет большую долю импровизации. Во-первых, это мероприятие проводится в такого формата, когда ты можешь лично увидеть президента Российской Федерации. Царя. Президента Российской Федерации только один раз в год. И, естественно, на это мероприятие работает весь, ну, не знаю, можно назвать, если кому-то нравится, агитпропа, кто-то может назвать это прислужбой. Ну, мне кажется, Владимиру Владимировичу ничего не грозит, потому что как раз, когда была история вот с этим вот укропом, то меня посадили между двумя сотрудниками прислужбы, и почему-то... Они не были похожи на сотрудников прислужбы? Ну, там был один момент, уже когда, я так понимаю, не прочитали, что это значит, что это укроп, потому что в 2014 году в России вообще не очень понимали, что это укроп, это украинские оперы. А потом, наверное, прочитали, и там подходит такой парень, как бы, такого роста, как я, и четыре раза шире. И он мне там что-то говорит, ну, что-то он мне такое сказал, что, ну, не очень цензурно, как бы, я не буду цитировать дословно. Он на вас наехал. Ну, да, как бы, я реально даже растерялся, и хотелось ему сказать, ребята, вы его рано выпустили, потому что до момента, когда началась пресс-конференция, и я мог задать вопрос, прошло, наверное, минут 60, и, естественно, даже я смог прийти в себя, думаю, он там далеко, как бы, прямой эфир, скорее всего, стрельбы не будет. Так он вам угрожал, скажите, что он сказал? Нет, ну, мне так показалось, такое, как бы, психологическое давление, что-либо. Ну, вот он что-то сказал, а, там смысл в том, что, чтобы было видно укроп, я свой бэджик, естественно, спрятил в середину, чтобы, ну, мы же не можем, как бы... Я думала, вы, кстати, сегодня придете в ней. Укроп продан в фонд телеканала АТР. АТР. Причем я продал эту толстовку дважды, выручил за нее 604 доллара. Если кто не верит, можете спросить у Айдара Муждабаева. Класс. Между прочим, первый покупатель был из щиты, и он сказал, что раз я собственник, я повелеваю продать ее снова. Я продал ее девушке Татьяне в Москве, но потом выяснилось... Так это у вас россияне еще и купили фонд телеканала АТР? Казалось бы, тогда так. Первый парень, он точно россиянин, а паспорт Татьяны я не проверял. А потом мы познакомились, подружились в фейсбуке, я выяснил, она киевлянка, и укроп вернулся на родину. Вот так. Класс. Хорошо, вернемся к пресс-конференции. То есть охраны много, и все это постановочно? Нет, не все. Далеко не все. Понятно, еще раз говорю, что на это работают мероприятия, очень много людей, оно отрежиссировано, но для того, чтобы оно выглядело по-настоящему, там доля импровизации есть. Насколько мне известно, иностранных журналистов, к которым отношусь я, никто никогда не инструктирует, и вопрос не оговаривается. Хотя, если не что, мне они где-то за какое-то время звонили, спрашивали, что вы хотите спросить, я говорю, ну а что мне спросить, когда Владимир Владимирович будет избираться на очередной срок, нам это неинтересно. То есть вы вопрос им озвучили? Нет, я сказал тогда, что он будет касаться войны, только войны. И я до сих пор уже... Что бы вы сейчас у него спросили? Я бы попросил бы его уточнить, его некоторые ответы, которые он давал в предыдущие годы. Например? Ну, например, как можно требовать от Украины там минских соглашений или еще чего-нибудь, и при том, когда президент России говорит о том, что мы никогда не скрывали о том, что мы отправляем в Украину людей решать военные вопросы, ну то есть убивать нас. Я хотел бы у него спросить, как бы, а где это записано, хоть в каких-то соглашениях, и он там еще говорил, что людей решать военные вопросы, ну не путайте это с российскими войсками. Я хотел бы ему сказать, типа, Владимир Владимирович, нам все равно, кого вы отправляете, нам все равно их юридический статус. Мы знаем, что вы их отправляете, вы их снаряжаете и обеспечиваете войну против нашей страны. Их юридический статус, мне кажется, абсолютно, ну, я к этому равнодушен. А кто в Кремле, вот конкретно, пофамильно, отвечает за темники и за информационную повестку страны? Ну, я таких деталей не знаю. Но говорят. Но говорят. За информационную политику отвечает администрация президента. И не последний человек, пресс-секретарь президента, естественно, товарищ Громов. Ну, нашим вопросом курирует оккупированный Донбасс. Понятно, что... Сурков. Владислав Сурков. Вы знакомы с Сурковым? Я его ни разу не видел. Так хочу познакомиться. Хотел бы у него спросить. Как вам это удалось? А он абсолютно не публичный человек. То есть, можно было... Вот они недавно открывали памятник российским оккупантам Ростова-на-Дону. Можно было поехать. Но как-то очень сложно понять, как это освещать в нашей стране. Ну, и там тоже люди немножко... Не очень приятно, когда они все вокруг тебя. Потому что там же не только Сурков интеллигентный и умный человек. Там же те, кто... Ну, у кого кровь на руках. Поэтому... Российские журналисты Путина боятся? Смотря кто и при каких обстоятельствах. А кто есть те, кто не боится? Ну, слушайте, а что человеку бояться Путина, если человек его прославляет, например? Ну, может, поэтому и прославляет, потому что боится. Нет. Я думаю, что если человек на работе, российская система подготовки, она достаточно готовит высококачественных специалистов. Поэтому... Ну, почему они должны бояться? Они высокооплачиваемые сотрудники, и все у них хорошо. Они же... Вот если бы они говорили, что не надо воевать с государством Украины, давайте как бы померимся и займемся своими дураками и дорогами, тогда да. А если они делают то, что им спускают, и освещать события... Вам не предлагали перейти на российское телевидение или в российские медиа работать? Да нет. Они мне недавно сказали, что мы думали, но ты слишком, как цитирую, упоротый. Это никак не получится. Как упоротый? Ну, это такой донецкий термин. Это вам кто-то из Донецка предлагал? Нет. Ну, донецкие ребята, их там много сейчас, как бы, и... Ну, вообще... Нет. Это некорректный термин. Я его отменяю, потому что все жители Украины, независимостью от Украины, они от города, мы все одинаковые украинцы. А те, кто сейчас, скажем так, отстаивает... Не, ну, есть какие-то лингвистические особенности, это понятно. Не об этом говорить. Тут очень важно, потому что я вот неоднократно слышал, как бы, вот, с людьми, которыми я сталкивался, что вот я из Донецка, и это как-то люди настороженно относятся. Это неправильно. Это категорически... Это колоссальная ошибка, потому что мы должны ко всем нашим гражданам относиться одинаково до того момента, пока не доказано, что они нарушили закон. Как бы вы охарактеризовали Путина? Какой он человек? Он очень опытный. Он сильный. Опытный, понятно. Я, понимаете, я... Как бы это правильно сказать, а то получится, что я прославляю президента, страны-агрессора. Я хочу сказать о том, что, во-первых, это... Владимир Беон один человек, но на самом-то деле это просто колоссальная команда, которая делает его таким, каким он есть. И повторюсь, что нам с врагами очень не повезло. Они сильные, богатые, беспощадные. И чтобы противостоять им, это очень и очень непросто. И просто об этом не надо забывать. Хотя можно спеть песню, но про Владимира Владимировича, как у нас некоторые дипломаты поют в некоторых ситуациях. Это вы какую имеете в виду? Для этого у нас есть YouTube в помощь. Я тестировать не буду ее. Ла-ла-ла? Но я говорю о том, что можно посмеяться, можно использовать нецензурную лексику. Но надо понимать, с кем ты имеешь дело. И если ты своего врага недооцениваешь, будь готов, что он будет открывать ногой в дверь в твой дом. Процитирую Дмитрия Гордона. Он сказал, что если санкции затиснуть Путина так, чтобы постоянные вопросы проведут в Владе, то Собчак может дать ему гарантию недоторганности. Дело в том, что 2 февраля мы все ожидаем, анонсировала американская финансовая разведка, что она опубличит активы, деньги, дома и все остальное. То, что касается окружения Путина, их семей, всего того, что есть у них на Западе. Ну и, собственно говоря, откроется путь к тому, чтобы вообще это все забрать у них. А в свете этих всех событий, в свете того, что это будет перед выборами президента России как раз накануне, как вы считаете, такой вариант развития возможен? Возможен, но внутреннюю российскую стабильность, сегодняшнюю стабильность, это никак не изменит. Я напомню, уже не один год в России действуют законы, которые требуют от чиновников и людей, которые работают в госкорпорациях, ну короче, российских богатых людей, они все предупреждены, а чиновники законодательно обязаны не иметь ни счетов, ни собственности за границей. Но мы же понимаем, что это не так. Ну, во-первых, их предупредили грамотные люди. То есть вы имеете в виду по-пацански, ребята, я вас предупредил, а дальше пеняйте на себя, да? Это первое. А второе, у них было очень много времени для того, чтобы свои деньги вывести. И знаете как, если у человека миллиард, ну заберут у него дом один на, не знаю, на Ямайке. Ну что ему? Тем более, так встроен мир физиологически, человек все равно может спать в одной кровати. Поэтому, ну и что? Хорошо. А как вы рассматриваете вообще эту операцию с выдвижением Ксении Собчак на пост президента? Ну, Ксения Анатольевна должна как бы добавить красок в эту кампанию избрания на четвертый срок президента Владимира Путина. То есть вы считаете никаких шансов? Новый президент опять только Путина. И на сегодняшний день она справляется. Ну, как бы официально не огласили о том, что он будет баллотироваться, точнее не баллотироваться, а побеждать на выборы. Но мне кажется, этот вопрос предрешен. Вот, по крайней мере, по настроениям понятно, что будет именно так. Потому что если бы было как-то по-другому, это бы, мне кажется, это было бы, ну, это можно было бы почувствовать, что какие-то там идут поиски преемников, кого-то тестят, кого-то показывают по телевизору, как было, допустим, когда была рокировка. То есть это же целый процесс, это не просто так, вот, пожалуйста. Ну, в принципе, человека можно и за месяц, и за два сделать, да? Можно, и, опять же, опыт Владимира Владимировича это показывает. Но мне кажется, что действующий президент России, он молод, полон сил и может еще показать. Скажите, а сейчас вот какие-то фамилии вы можете назвать из тех в России, кто, ну, был бы хорошим президентом России, на ваш взгляд? Вообще есть такие люди, хотя бы просто теоретически? Мы сейчас не говорим, что они выдвинутся на эти выборы. Вы знаете, к моему большому сожалению, если мы говорим о политическом аспекте, а не о личном, то для Украины нет хороших россиян. И на это можно поставить точку. Любой человек, кто бы ни занимал главное кресло в Российской Федерации, нам все равно будет очень тяжело. Потому как вот это вот, несмотря на то, что уже прошло 26 лет, то, как мы живем в независимой стране, ну, там это культивируется, и они почему-то думают, что очень многие, что Украина, если как государство, или недоразумение, то оно должно быть в сфере российского влияния, что это зона национальных интересов России. И надо просто осознать, что помириться с российским государством не удастся. Вот особенно после того, что произошло. Можно только, есть один способ выхода из войны на сегодняшний день, это сдаться. Я думаю, что наша страна на это не согласится, и граждане нашей страны тоже. Вы уже где-то 10 лет живете в Москве? Нет, ну, здесь надо еще доработать. Десятый год прошел, и я очень благодарен своему работодателю агентства Униан, который меня терпит. Которую вы только пару раз сегодня рекламировали, вот сейчас опять. Почему? Я только один раз сказал. Да? Хорошо, сейчас был второй. Первый раз сказали вы. Ну, вот видите, значит, такие три. Скажите, пожалуйста, вот за эти годы, за это время, как менялась ваша жизнь в Москве? Вот окружение, какие-то бытовые вопросы? Я приехал, снимал, меня первый раз отправили в Москву снимать квартиры, там эти все вопросы решать в сентябре 2008 года. Как раз, если не ошибаюсь, числа 13-го я вернулся из Грузии после войны и поехал открывать корпус. И когда я искал квартиру, то есть что-то мы долго не могли найти, потому что то дорого, то еще что-то. И в конечном итоге мы обратились в большую компанию, я написал им запрос такой. Нужна квартира срочная в Москве, в центре Москвы, для иностранца. И когда мы встретились, я даю свой паспорт с трезубом, они говорят, ну, какой же вы иностранец? Я говорю, ну как, я вообще не понял тогда вопроса. Так вот, если 9 лет назад была формулировка, какие же вы иностранцы, то сейчас сомнений нет. Для них сомнений нет. Возможно, это странно звучит, вот все говорят в России, что мы там любим Украину, но не любим украинцев. И вот это самый главный парадокс. То есть, если украинцы там поют песни, а лучше горланят, напившись горилки и объявшись салом, и танцуют гопак, вот, тогда нормально. Такие украинцы нормальные. Карикатурные. А если речь идет о политической нации, то получается, мы заклятие враги. А вот вы, русский народ, российский народ, наблюдаете с такого близкого расстояния уже столько времени. Вот какое? Нет однозначного ответа. Я подчеркну, что Россия, она гигантская страна, она очень разная. И там безумное количество отморозков, прости господи, но при этом безумное количество абсолютно образованнейших людей, знающих там десятки языков, и общаясь с которыми, ты просто получаешь такой кайф от того, что ты чувствуешь интеллект. Ты когда не говоришь на тему Украины, да? Разные случаи есть. Я подчеркну, что далеко не все поддерживают войну с нами. Причем это очень интересно, что вот как-то принято считать, что 86, тот, кто за Путина, тот за войну Украину, а 14 процентов, кто против него, соответственно, против. Ничего подобного. Это все очень перемешано. То есть те, кто за Путина, против войны с Украиной. Бывает такое? Может быть и так. Есть так называемые, прости господи, оппозиционеры российские, которые во время белоленточных протестов в 10-м и 11-м году скакали по московским проспектам с белыми ленточками, а потом как отжали у нас Крым, точнее не отжали, а завоевали, все почему-то вернулись на Донбасс. А при этом я всех... На Донбасс в смысле? Воевать на Донбасс. За Россию? Естественно. Из этих людей? Естественно. В Болотной? В том числе. Очень многие. То есть вы знаете таких ребят, да? Ну, например, давайте, я не буду называть фамилии, мне кажется, это не настолько важно, но если посмотреть ретроспективу, кто, скажем так, против Путина в Москве так немножко бузят постоянно. Так чуть-чуть. Раньше было такое мероприятие, стратегия 31, это 31 статья Российской Конституции о свободе собрания. И вот они каждого 31 числа выходили на площадь, их там винтили, они там кричали, долой Путина, раз, два, три, там, Путин уходи, я цитирую, подчеркну. Вот. А потом, когда произошел Крым, выяснилось, что они все такие же русские фашисты, как и кто-то все придумал. Поэтому, еще раз говорю, что, да, Россия на ближайших 100 лет для нас останется вражеским государством, но при этом все равно нельзя мазать всех одной краской. И даже если какое-то минимальное количество вменяемых людей, надо их искать, с ними как минимум общаться. Вы же прекрасно владеете українською мовою. Там, у Росії, вы делаете такие эксперименты и когда говорите, и какая реакция у людей? Складное питание. Я наукраинскую мову, насправді, на улицах намагаюсь не говорити. Я сейчас говорю только с детьми, с сыном своей украинской мовы. И то, знаете, очень сложные моменты. Ты приходишь на дитячий майданчик, и ты думаешь, что сейчас приходишь на украинскую мову, и ты, знаешь, сразу начинаешь выделяться на загальном фоне. И на ребенка сразу, да, косо смотрят. Я думаю, что нужно это делать сейчас или нет. В зависимости от ситуации. А он в украинскую школу ходит? Ему еще два года. Я надеюсь, что в Киеве пойдет в школу. То есть вы планируете вернуться? Нет. Я не хочу, чтобы мало всего научили, как Россию любить и Путина, президента. Потому что он гражданин Украины, а украинских школ в России нема. Поэтому, мне кажется, это абсолютно природное желание. Понятно. В интервью Дмитрию Гордона Александр Невзоров сказал. Россия – страна гнилых, раздобанных дорог, жахливых черв в поликлиниках, бруду, блюзнирства и кошмарь. Есть два поревняно цивилизованные места – Москва и Петербург. А все, что за межами этих мест, потопает в величезных, страхительных проблемах. Роман, скажите, и вот русский народ устраивает такая ситуация? Если честно, я бы не согласился до конца с такой формулировкой. И, хочу сказать, парадокс, наверное, какой-то. Но одновременно с войной против НАСА у них разработаны федеральные программы. И дороги в России очень многие по качеству, они не отремонтированные, не заватанные, а новые. Абсолютно новые. Особенно те, которые ведут через Брянск границы Украины. Кто поедет, может посмотреть. Возможно, это они делают для того, чтобы русским танкам как бы... Но все равно же спортят. Было. А мы, наоборот, не ремонтируем там, чтобы они не проехали. Ну, сейчас уже ремонтируем, слава богу. Поэтому это не совсем так. Еще раз говорю, что нельзя про нее говорить, про Россию, что черная или белая. Вот не так это. И есть места, ты смотришь на фотографии, да. Лада Калина там не проедет, и танк, наверное, тоже. Но при этом есть абсолютно современные автобаны. И не только Санкт-Петербург, и Москва, и Казань, и Екатеринбург, и города-миллионники. Это, понимаете, я вообще считаю, что постановка вопроса, она ошибочна, потому что вроде как получается, раз у них только два города, где можно жить, значит, еще чуть-чуть будет буза за Уралом, они распадутся, бла-бла-бла и так далее. И тем самым мы делаем коренную ошибку, самую главную ошибку, мы недооцениваем эту страну. А мы не имеем на это права. А вот по поводу этих 86% поддержки Путина, они реальны или нарисованы все-таки? Я думаю, что когда человек приходит на избирательный участок, думаю, что все реально. Потому что, а за кого? Им просто не за кого голосуют. Ну, сейчас вот, смотрите, Беркова, Собчак, Чехова. С Берковой проблемой, она слишком молода еще. Нет, 35? Нет, 35 лет, я бы, конечно, бы... Ну, все, не за кого голосовать. Я бы за нее агитировал, мне кажется, если бы у меня было российское гражданство, и было такое право, потому что иностранцы не имеют права агитировать на территории России. Ну, на территории хотя бы своего фейсбука имеют. На самом-то деле, ну, как вообще вот этот процесс, он же, если так посмотреть с технологической точки зрения, вот эти вот все карикатурные персонажи, они подводят простого россиянина к какому выводу? Бог ты мой, давай лучше за Путина проголосую, при нем, я не знаю, хотя бы нас американцы боятся, и Крым наш. Ну, вот, очень просто. А вот второй эшелон кремлевских старцев, типа Зюганова и Жириновского, ну, как бы, понятно, что, понимаете, вся информационная машина России работает на одно лицо. И понятно, что он выглядит на 4, на 10, на 100 голов выше, чем все остальные. Вы как-то говорили, что только у одного человека охраны больше вы видели, чем у Путина, это у Виктора Януковича в России, да? Ну, это вопрос дискуссионный, не готов вам ответить, но мне кажется, что Владимиру Путину бояться пока нечего. Его охраняют хорошо. Хорошо, а Януковича хорошо там охраняют? А сейчас он в подполье, но когда он приезжал на суды в Ростов-на-Дону, когда откуда были прямые вот эти вот связи с нашим киевским судом, то его охраняли точно так же, как действующие президенты. То есть цеплен этот суд, полный досмотр, собаки, люди в штатском, всех... Вы его видели тогда? Виктора Федоровича, конечно. Я даже тянул вопрос, хотел у него что-то спросить у него, но дело в том, что он, наверное, в плену там, потому что Гусман, который вел пресс-конференцию, он ее проводил исключительно для российских журналистов. И просто было обидно, как бы, они называют его бывшим президентом Украины, а вопрос задают только россияне. Ну что же это такое? Вы там повозмущались? Ну, так, light, light. Хорошо, а я знаю, что вы пытались найти дом под Москвой Януковича, но вам не удалось это сделать. Да, потому что, во-первых, он там не живет, и мы... То есть это вы уже ответственно заявляете? Ну, во-первых, мы выполняли редакционное задание. У нас был адрес, который слил товарищ Кобзон, мы забили его в навигатор и поехали. Вступили в контакт с местным населением. Я им сказал, что мы честное украинское телевидение. А они так вам все прям взяли и рассказали честному украинщему? Они сказали, ну что вы отстаньте от нас, вы же сколько сюда приезжаете. По-моему, здесь никогда не было. А вот здесь никогда не было. А потом мы позвонили к самому Кобзону, он говорит, вы его лично видели? Он говорит, нет. Вы уверены, что он тут живет? Нет. По факту, Иосиф Давыдович создал такую информационную волну, ни на чем не основанную. И, скорее всего, он живет не в Москве, а в теплом городе... В Сочи. В Сочи. Как вы думаете, он счастливый сейчас человек? Я не готов ответить на этот вопрос, но не думаю. Потому что, вот когда на него смотришь, на этих судебных заседаниях, во-первых, что бросается в глаза? Он стал говорить на порядок лучше на украинском языке. Лучше? Лучше, да. Просто у него... Может, он репетирует? Может быть, но когда он был президентом Украины, или у него времени не было, или желания не было. И мне кажется, что вот у него в глазах какая-то тоска и боль. А правда ли то, что у него сейчас проблемы с алкоголем? Не знаю. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Вот вы сегодня, смотря на Украину со стороны, из Москвы, какие у вас вопросы или проблемы больше всего в Украине беспокоят или раздражают? То, что происходит сейчас. Знаете, что меня больше всего раздражает, это в этом на самом-то деле и сила Украины, и украинского народа, но, используя такое некрасивое слово, мы по натуре своих таких хуторяне в хорошем смысле этого слова. Потому что вот если посмотреть телевизор украинский, то может сложиться впечатление, что мы, Украина, самая важная страна на этой планете, ну мы на острове, что вот вроде есть там где-то какие-то русские, с которыми где-то война идет, там какая-то Европа мифическая, где очень хорошо и всем платят зарплаты, как в Германии. Но по большому счету мы смотрим только внутрь себя. А вокруг происходит не то что событие, а водоворот. И если, вот почему я так говорю о том, что надо смотреть по сторонам, и особенно в сторону Российской Федерации, чтобы понимать, что это... Да, мне кажется, наоборот, мы много туда смотрим, как раз, может даже и слишком. Ну, не знаю, но вот мне кажется, у нас-то как-то это подается, что типа, ну, не знаю, все равно как-то принято, что глубокая информация о Российской Федерации, мне кажется, не очень много. Вот даже читаешь там, допустим, какие-нибудь сайты, какие-то люди, называющие себя экспертами, которые говорят, все, там, его, Путина дожали, завтра он уходит с Донбасса, или он уйдет с Донбасса послезавтра в 12 часов 5 минут. Не уходит? Вот. А я, находясь там, я понимаю, что это приятно слышать. Но это наверняка кликнут, и это даст трафик этому ресурсу. Ну, это называется самообман. А вот мы говорили с вами о Путине, а если бы вы задавали вопрос президенту вашей страны, Порошенко, что бы вы сегодня у него спросили? Что больше всего вам здесь вот болит? Я бы у него спросил, он же уже, у нас, слава богу, не Россия, и у нас на четвертый срок баллотироваться невозможно. На второй возможно. И я бы у него спросил, что для него самое важное в жизни, и достаточно он сделал для того, по его мнению, чтобы его фамилия была записана золотыми буквами в историю Украины. Потому что мне кажется, что человек, который очень много достиг, и у нас, я вот убежден, далеко не самый худший президент из которых, который у нас была, может быть, наоборот, но мне бы интересно было, как вот он на это смотрит. Кто главный враг Украины сегодня? Путин или коррупция? 100% внутренние наши дела. И коррупция. Понимаете, нельзя все варить на россиян. Это вы ток-шоу политических российских насмотрелись. Нет, я объясню, что я имею в виду. Им нет прощения за Крым, нет прощения за Донбасс, нет прощения никогда за тысячи погибших наших парней и мирных жителей на Нармасе. Но жизнь, она не ограничивается только этим. Хотя мамы погибших наших людей, я думаю, со мной не согласятся. И когда ты смотришь некоторые вещи, не знаю, даже все эти дискуссии про шоколад, или про рюкзаки, или про янтарь, то мне хочется сказать, типа, люди, вы все-таки не понимаете, с чем вы имеете дело. Я даже в Фейсбуке пишу, товарищи наши властимущие, имейте в виду, придут россияне, они у вас отожмут все, вообще все. Смотрите ситуацию в Донецке, где бизнес Ахметова, как там, в Ништоргсервис это теперь называется, российский менеджмент, заводы в Крыму, в том числе действующего нашего президента, где они сейчас, и так будет везде. И, как ни странно, вот сейчас такая ситуация, когда интересы, скажем так, многие нам не понравятся словом, украинской элиты и украинского народа, они полностью совпадают, потому что раскатают всех. А элита украинская об этом знает? Ну, знаете, сомнения у меня иногда берут, потому что, ну, слушайте, достаточно включить телевизор, я не... Ну, и при этом я хочу подчеркнуть, что у нас не все плохо, когда особенно приезжаешь вот так наездами, там, есть масса вещей, которые двигают нас вперед. Я вот вам сейчас странный вопрос задам, но тем не менее. Где вы себя чувствуете сегодня в большей безопасности? В России или в Украине? Ну, во-первых, вопрос безопасности, это все-таки такое, это иллюзия. У меня охраны нет, и я езжу в метро, хожу по улицам, и, понятно, комфортнее себя я чувствую в Украине, в Киеве, потому что это мой город, и мне не хочется здесь одеть кепку иногда, чтобы лишний раз тебе никто там не шептал всякие там, как мне иногда иду по Москве, мне говорят, типа, какая отвратительная морда. Серьезно? Ну, был такой случай. Я думала, автографы берут. Вот. Поэтому я к этому отношусь... Однозначного ответа нет на него, потому что, ну, я не знаю, в безопасности, наверное, может чувствовать только себя президент в России и президент Украины, который... Вы уверены? Конечно, но у нас, я уверен, что нашего гаранта Конституции охраняют очень хорошо. И так должно быть. Вот я постоянно смотрю российские каналы за аппингом, да, это профессиональное. Нарушайте закон Украины. Нет, абсолютно. Это же не нарушение. Я могу смотреть. Вы с Буузнают? Не раз говорила. Смотрите, и с момента начала войны, реально в прайм-тайме, ну, нет другой темы, кроме Украины, каждый день. И столько грязи, столько ненависти. Вот это просто такое профессиональное ненавидение Украины. Так, как делают эти ток-шоу, ну, просто придумать себе сложно. Вы очень часто там появляетесь в ток-шоу российских. Вам не противно? Вот я хочу спросить там. Слушайте, значит, я, очевидно, очень ярко там выступаю, потому что... Ярко, это правда. Подтверждаю, что ярко. Потому что нечасто. Вот нечасто. Так, но вопрос был, не противно ли вот там находиться? По поводу противно, не противно, однозначного ответа нет. Потому что понятно, что если ты туда приходишь, ты как бы переспорить их не можешь. Потому что там так устроено, и просто, если ты даже это сделаешь в студии, можно найти какие-то аргументы, они там могут потеряться. Но за счет манипулирования звукорежиссером в эфире тебя просто не слышат. Видно, что ты... А монтируют, кстати, потом они? Нет, это в прямом эфире все идет. Но прямой эфир в России, это такая иллюзия, потому что там сколько часовых поездов? Ну вот я посещаю, до этого посещал только одну программу. Она выходит по Москве, по московскому времени в 19 часов. Она идет в прямом эфире. На Москву? На Москву это 100%. Потому что я... Зачем вы туда ходите? Тоже нет однозначного ответа. Во-первых, с одной стороны, добавляются подписчики в Фейсбук. Во-вторых... Но это же не главная причина. Не главная. Во-вторых, очень много людей с оккупированных территорий, где транслируются только российские телеканалы, пишут очень разные вещи. И ты понимаешь, что... Я просто убежден, что результат там этого всего, когда придут украинские освободители освобождать эти города, наших военных будут встречать с цветами. Потому что то, что устроили русские, это беспредел и нищету. А устроили беспредел и нищету? А вы не знаете? Расскажите. На Донецке, в оккупированном Донбассе, там просто совсем все плохо. Совсем. Их освободили от всего. От Украины, от фашизма, от работы, от банкоматов, от аэропорта освободили, от свободы перемещения. Ну, наградили их комендантским часом. То есть у человека там... Ну, тарифы им оставили, по крайней мере, те, которые были. Слушайте, ну, это манипуляция, по большому счету. Тарифы-то оставили, но жизнь, она при всех нюансах, она не ограничивается только тарифами. Не ограничивается. Скажите, вам предлагали деньги за участие в российских ток-шоу? Потому что, ну, это же не секрет, что там много экспертов, которые сидят на зарплате просто. Недавно предлагали. О, интересно. Сколько? Это программа на... Это, наверное, военная тайна. Ну, я туда не ходил, поэтому ладно, расскажу. Значит, есть такая программа на телеканале НТВ, называется «Звезды сошлись». И у них сейчас проблема. Армен Джахраханян... «Звезды разошлись». ...расходится со своей женой... В буквальном смысле. ...у которой, отмачиваясь фамилии, так же, как у меня, Цымбалюк. И они мне звонят, говорят, вы родственник, приходите, надо ли поддержать или, наоборот, астрономить. Значит, так, сегодня ты родственник. Вот. Я говорю, ну, если у нас одинаковые фамилии, то все-таки не доказательство этого. Вас там в Украине не поймешь, да? Вот. И говорю, что я не могу. А это, понимаете, мне это может быть очень удивительно, но у меня там вообще-то работа есть. И это самое главное. И я говорю, все, не трогайте меня, потому что у меня там или новости, или еще что-то было. Я говорю, я просто не могу эти вопросы обсуждать с вами. Я не родственник. Все, до свидания. Проходит какое-то время, может, минут 30. А надо сумму назвать, да? Ну, конечно, скажите, сколько? 30 тысяч рублей мне предложили. Это в долларах или в гривнах? 30 тысяч рублей – это в рублях. Нет, я имею в виду, сколько это будет? Так, чтобы сразу для зрителей понятно. По-моему, чуть больше 500 долларов. 500 долларов? Да. Ну, и почему отказались? Ну, я не родственник. Он у вас, канал АТР стоит. Ну, я не родственник, понимаете? Ну, я не могу… Ну, не могли за какие-то 500 долларов… В следующий раз подумаем. Надо будет посмотреть эту ситуацию. Хорошо, а на вот политических ток-шоу, как вы относитесь там? К Ковтун, еще ряд экспертов, которые там, ну, как бы проукраинские эксперты, которые там работают за деньги. Как вы к таким людям относитесь? Нормально отношусь, и я абсолютно убежден в том, что, поскольку то, что они делают, не запрещено украинским законодательством, значит, они могут делать то, что они хотят. Они рискуют своей репутацией или, наоборот, на нее работают кто как. Потому что некоторые люди, высшими вами перечисленными, вообще-то себя считают суперстар. Поэтому, как бы… Какие зарплаты у Киселева, Соловьева и вот самые главные… Я не знаю. За какие деньги можно вот так к родину лепить? Я не знаю. Ну, ничего не могу сказать. Почему у этих людей такая тесная связь с Западом? Вот у самых главных певцов русского мира, они, тем не менее, там, семьи, имущество и все остальное, отдых. Ну, мне кажется, все очевидно. Потому что там лучше, потому что там безопасно, потому что если ты купил дом на озере Кома и все знают, что ты эти деньги не украл, тебе его никто не отберет и не отберет у твоих детей, что немаловажно, и у их внуков тоже не отберет, что там хорошая мизицина, хорошие дороги. Но вот чувство безопасности. Я думаю, мы все сейчас, слава богу, можем путешествовать. Вы знакомы с кем-то вот из перечисленных? С Дмитрием Киселевым мы когда-то даже записывали интервью до войны. А вот после этого вы не задавали вопрос, ну, за какие деньги можно вот так лицемерить? Нет, у меня, слушайте, у меня не такие близкие с ними отношения, как бы. Последний вопрос. Вы до сих пор в базе миротворец? Я это не выяснял. Но, как мне, когда внесли, многие спрашивали по этому поводу. И я тогда очень не понравился. Потому что они написали, что они раздобыли этот список иностранных корреспондентов, аккредитованных при МИД Российской Федерации. Они же его не раздобыли, они его перепечатали, он в открытом доступе на сайте МИД.ру. Это как-то влияет на вашу жизнь, то, что вы в миротворце? А как оно может влиять? Я гражданин Украины, я люблю свою струну и, главное, не нарушаю наше законодательство. Поэтому что мне? Мне все равно. На этой оптимистичной ноте. Роман, спасибо вам за интервью. Спасибо. Текстовую версию интервью с Романом Цибалюком читайте в интернет-издании «Гордон». Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова